Моряки, неудачно пришвартовавшиеся у побережья Кении, чуть было не оставили Восточную Африку без интернета. Якорь, брошенный ими в неположенном месте недалеко от порта города Мамбасу, повредил идущий по дну Индийского океана оптический кабель. В результате в Кении, Руанде, Бурундии, Эфиопии и Танзании скорость доступа к сети упала на 20%. Кенийские власти заявили, что восстановительные работы займут около двух недель. Это Точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. Новость о том, что в Елуторовске никак не могут испечь супер-блин, теперь обсуждают и в Украине. По крайней мере на одном украинском сайте news.mos.ua можно найти информацию о том, что в городе Елуторовске Тюменской области сорвалась очередная попытка испечь трехметровый блин. Также украинцы могли сделать вывод о терпении у травчан, узнав, что блин не подается им с 2007 года. Но горожане каждый раз снова и снова на Масленицу колдуют у огромной сковороды. И действительно, начинаешь соглашаться с тюменским фотографом и блогером Иваном Сидоренко, который сравнивает свои поездки в Елуторовск на это предвесеннее кулинарное шоу с Днем Сурка. А я уже третий год подряд за этим делом наблюдаю. Что интересно, нифига особо не меняется. Та же сковорода, та же чашка с углями, тот же кран, даже людей половина тех же. И в технологии никаких особых революций я не узрел. На этот раз надежда умерла сразу же, как тесто полилось на сковороду. Оно тупо начало гореть. Вышел блин 50-50. С одной стороны горелый, с другой недожаренный. Но зрителям и такой пошел на ура. На него так и накинули, что снесли стоящий рядом со мной стол и забор. Ладно, хоть не меня. К посту прилагается несколько фотографий, ссылки на прошлогодние записи. Еще немного и блогер Ивана Сидоренко на Масленицу в Елуторовск будет звать не столько любопытство, сколько сложившаяся годами привычка. Компания Apple сообщила дату, когда миру будет представлена новая версия планшетника iPad. Презентация пройдет 7 марта в Сан-Франциско. Хотя официально ее тема не объявлена, изображение на приглашениях, отправленных журналистам красноречивее любых слов. На нем показан палец, прикасающийся к значку приложения «Календарь для iPad» с цифрой 7, то есть датой мероприятия. А текст на картинке гласит «У нас есть кое-что, что вы действительно захотите увидеть» и потрогать. А те, кто будет лишен возможности потрогать, смогут следить за презентацией в интернете. Так, текстовая трансляция будет доступна на сайте hightech.mail.ru с 10 вечера по московскому времени. А пока у поклонников яблочного гаджета есть время обсудить, что изменится в планшетнике. Хотя ходят слухи, что новый iPad получит экран с разрешением вдвое больше, чем у предыдущих версий. Кроме того, из-за усиленной батареи новый iPad якобы может потолстеть на 1-2 мм. Еще один повод для догадок – это название нового гаджета. Будет ли он называться iPad 3 или получит промежуточное имя, например, iPad 2S. Впрочем, ждать осталось совсем недолго. Еще раз напомню, презентация самого популярного в мире планшетника состоится 7 марта. Это была программа «Точнее.ру» и напоследок, как всегда, заглянем на видеохостинг YouTube. The itsy-bitsy spider went up the water spout. Go ahead, Daddy. Somewhere over the rainbow, bluebird. The itsy-bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Somewhere over the rainbow. Oh, itsy-bitsy spider went up the pad again. Yay! Right? Somewhere. Woah. Okay, да? My universe – I love it. Oh, they got his mind. Come here, Baba. Субтитры сделал DimaTorzok